Итак, Мандрё. Уже 40 лет здесь ежегодно проходит авторитетный джазовый фестиваль. И записывались лучшие альбомы многих известных исполнителей. Сейчас это город-курорт, куда съезжается на лечение и отдых знаменитый и богатый люд. В роскошных отелях на набережной в разное время останавливались всякие Джексоны, Мадонны и Горбачёвы. В отеле Мандрё-Пале с 1960 года. До своей кончины, 17 лет спустя. Жил вместе с женой Верой. Владимир Набоков. Похоронен он тоже в Мандрё. Вероятно, самая известная здешняя достопримечательность. Памятник вокалисту Куин. Фредди Меркьюри. Который очень любил этот город. Этот памятник спроектирован и установлен в строгом соответствии с картинкой на альбоме Куин, Made in Heaven. Он был открыт 24 ноября 1996 года. Покрывало с него сняла сама Мансерат Кабалье, спевшие когда-то с Меркью и дуэтом. И теперь День памяти певца отмечают каждый год в конце первой недели сентября. А это единственный в мире памятник. Песня. Да ещё какой. Это Смоконвый Ватер. Дым над водой. Самый известный хит-группик Дип Тёпл. Песня описывает реальные события. В декабре 1971 года группа прибыла сюда, чтобы записать новый альбом. Мэшнхэт. Предполагалось сделать это в здании развлекательного комплекса Казинот. Но накануне, 4 декабря, в Казино проходил концерт Фрэнка за при его группе. Через час после начала, один из зрителей выстрелил из-за ракетницы в крышку. Загорелся под весной бамбуковый потолок. Завтра спокойно объявил, без паники, у нас пожар. Все дружно эвакуировались и обошлось без жертв. Но Казино сгорело до плащи. Из своей гостиницы музыканты Дип Тёпл даже на следующий день наблюдали завесу дыма над Женевским озером. И как-то басист Роджер Гловер, крайне впечатлен и увиденным, проснулся в гостинице, произнеся в момент пробуждения исторические слова. Смок он в оперу, дым над водой. Они и стали названием песни. Затем группа несколько дней искала новые помещения для записи. И в итоге, сняла целиком пустующую зимой гостиницу Гранд Отель на окраине города. Привратив ее коридор на первом этаже в импровизированные студии. Деревянным щитом они отгородились от фойе. В качестве звукоизоляции использовали матрасы из номеров. Тепло давал арендованный промышленный обогреватель. А подсвечивалось помещение прожектором красного цвета. Рядом припарковали грузовик с мобильной студией, оттуда протянули необходимые кабели. А сами входили и выходили через боковой коридор и балконы смежных номеров. В таких условиях был записан весь знаменитый альбом Machine Head. И обо всех этих событиях рассказывается в песне «Смог он в ивотер». А зал казино откроили заново. И открыли в 1975 году. Там была оборудована студия Mountain. Позже в ней записывались Лед Зекелин. Дэвид Бауи. Стин. Потом группа Куэрн вытюдила её. Но несколько лет назад, в связи с перестройкой казино, её продали и переоборудовали в бар. Так что теперь в Мандела. Есть где посидеть вечерком и вспомнить Глой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова